Своей популярностью вишня обязана прекрасному вкусу и множеству полезных веществ. Эту ягоду активно используют в кулинарии, а благодаря лечебным характеристикам она приобрела особую ценность. Какие же свойства делают эту ягоду таким незаменимым продуктом? Люди выращивают вишню еще с древних времен. Впервые о ней узнали народы средиземноморских стран, после чего она получила распространение на Кавказе и в Персии. А в первом веке нашей эры из Рима эта ягода попала в Европу. В России это дерево стали выращивать значительно позже. Вишня обыкновенная – это кустарник или дерево до 7 метров, принадлежащее к семейству разоцветных. Розовые или белые цветки собраны в соцветия. Неудивительно, что плоды вишни с незапамятных времен применяются в лечебных целях, ведь они имеют очень богатый состав. Фруктоза и глюкоза, органическая кислота, растительная клетчатка, калий, фосфор, кальций, натрий, марганец и железо. Не менее ценным является и витаминный состав этой ягоды. В ней присутствуют витамины группы В, С, ПП, фолиевая кислота. Однако особенно полезным веществом является инозит, который способствует стабилизации метаболических процессов в организме. Кроме того, в вишне присутствуют антоцианы, что делает ее отличным антиокислителем и эффективным средством для укрепления капилляров. Также очень ценной особенностью данной ягоды является присутствие кумаринов и оксикумаринов в ее составе. Эти вещества полезны при ишемической болезни сердца, тромбофлебитах и флеботромбозах. А хлорогеновая кислота обеспечивает нормальную работу почек и печени. Благодаря наличию пектина и клетчатки вишня позитивно влияет на функционирование кишечника и выводит лишний холестерин. А присутствие в составе железа и меди помогает успешно бороться с малокровием. Мякоть ягод вишни смело можно назвать вкусным и полезным лекарством широкого спектра действия. Вишня способствует увеличению уровня гемоглобина, помогает снижать повышенное давление и укрепляет капилляры, является средством профилактики инфарктов, инсультов, тромбозов, осложнений атеросклероза и приступов стенокардии. Используется для лечения артрита и подагры, поскольку способствует снижению содержания мочевой кислоты в организме и справляется с воспалением суставов. Применяется для лечения эпилепсии и других психических заболеваний благодаря высокому содержанию меди. Справляется со стафилококковыми и стриптококковыми инфекциями, борется с возбудителями дизентерии. Эффективно справляется с запорами и выводит из организма шлаки благодаря высокому содержанию пектинов. Вишня также используется в качестве жаропонижающего и отхаркивающего средства. Очень полезна вишня для женщин, ведь она эффективно борется с дискомфортными ощущениями во время менопаузы. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут использовать эту ягоду в косметических целях. Плоды ягоды и сок из них применяются для приготовления масок, которые положительно влияют на структуру кожи и волос. Сок ягод отлично питает, освежает кожу и стягивает ее поры. Также вишня является популярным средством для похудения. Калорийность этой ягоды составляет всего 52 килокалории на 100 грамм. При этом пищевая ценность данного продукта очень высока, ведь он помогает насыщать организм всеми необходимыми веществами. Польза вишни также неоценима для людей, страдающих диабетом. Эта ягода имеет более низкий гликемический индекс. Кроме того, в ней присутствуют антоцианы, которые замедляют скорость поглощения сахарозы. А это крайне важно при сахарном диабете. Помимо этого, вишню стоит включать в свой рацион беременным женщинам, поскольку в ней имеется фолиевая кислота, которая крайне важна для правильного развития эмбриона. Также употребление этой ягоды поможет избавиться от анемии в период вынашивания ребенка. Но ценными свойствами отличаются не только вишневые плоды. К примеру, плодоножки ягоды имеют вяжущие и мочегонное действие, способствуют выведению мочевины из организма, что делает их эффективными при подагре, водянке, отеках, а также при мочекаменной болезни и гипертонии. Нельзя обойти вниманием и листья этого растения. Их можно заваривать при гипертонии и кровотечениях. Кроме того, настой из вишневых листьев рекомендуется пить при обильных менструациях и носовых кровотечениях. Вишню можно заморозить на зиму. Замороженная вишня также позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ, что позволяет получать витамины на протяжении всего года. Надеемся, что информация была для вас очень полезной. Спасибо за внимание! Продолжение следует...